Сирийские власти обвинили турецких военных в воровстве предметов искусства. Дамаск требует от Анкары вернуть награбленное в зоне военных действий. Пока пекинцы задыхаются от городского смога, местные угольные производства несут многомиллионные убытки от падения спроса на ископаемые. Совет Безопасности ООН обсудит соблюдение прав человека в Северной Корее. Против рассмотрения этого вопроса выступили Россия, Китай и еще две страны. Однако голосов оказалось недостаточно. Теперь расскажу обо всем этом и не только подробнее. Сирия требует от турецких властей вернуть предметы искусства, вывезенные из древних сирийских городов за годы военного противостояния. Предполагается, что в Турцию попали около двух тысяч древних артефактов. Отношения между Дамаском и Анкарой ухудшились с началом сирийского конфликта. Турция поддерживает группировки, противостоящие правительству. «Турецкое правительство отказывается предоставить информацию о предметах, которыми оно завладело. Сейчас я хочу от турецкого правительства, чтобы оно обнародовало данные о том, что они изъяли. Только фотографии. Нет ни информации, ни фотографий. Это непрозрачно». Сирию по праву считают мировой культурной сокровищницей. На её территории шесть объектов, включённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе войны четыре из них, в том числе город Пальмира и крепость Крак-де-Шевалье, были использованы в военных целях. В прошлом году в Пальмире был разграблен некрополь, где находятся руины одного из самых важных объектов Древнего мира. Кроме этого, боевики исламского государства взорвали несколько храмов и заминировали ряд памятников и исторических зданий. Сирия призывает другие страны правильно отнестись к проблеме скупки краденых артефактов. «Мы также обращаемся к европейским странам, Соединённым Штатам, Японии и другим. Подумайте о том, как вам убедить скупщиков наших древностей отказаться от них. Международное сообщество должно понимать эту проблему. Если вы покупаете наши артефакты, вы поддерживаете ИГИЛ». К слову, Сирия уже сумела вернуть 6500 предметов старины, изъятых у контрабандистов. Около 300 артефактов вернуло Дамаску и Ордания, и ещё 90 – Ливан. Пока на климатическом саммите в Париже обсуждают, как отказаться от ископаемого топлива и остановить глобальное потепление, китайская угледобывающая промышленность переживает кризис. В первую очередь он сказывается на жизни простых работников. «В эти дни уголь не особо пользуется спросом. Всё идёт вниз. Цены падают, зарплаты маленькие». Шахты в округе Цзэйси в основном принадлежат госкомпании. В октябре её руководство до конца года решило сократить их с 250 тысяч работников почти половину. Но и те, кто избежал увольнения, денег практически не видят. «Зарплаты постоянно задерживают. Только сейчас мы получаем за сентябрь. Три месяца прошло, уже середина декабря. И они не только не платят вовремя, но и урезают наши зарплаты». А сокращение зарплат на 30% во всех компаниях страны объявил ещё в июле глава Китайской национальной угольной ассоциации. Шахтёры теперь не в силах обеспечивать своих пожилых родителей, которых обязаны поддерживать материально по закону. У людей не хватает денег даже на себя и своих детей. «Мы, старики, живём бедно. Мой сын, его жена и ребёнок находятся в таком же положении. Им не на что купить еду и одежду для себя и сына, которого надо отправить в школу». Обеспокоенные правозащитники. Они считают, что шахтёрам трудно сменить профессию. «Многим работникам будет по 40-50 лет, когда их уволят. У них нет других навыков. Учиться снова – это сложно. Думаю, многим придётся идти на плохо оплачиваемую и опасную работу». При этом многие шахтёры, несмотря на неопределённое будущее, были бы рады избавиться от вредного и опасного труда на угольных месторождениях. Они говорят, лишь надеются, что страна на пути к экологической энергетике не забудет и об их положении. А теперь от экологии и экономики к международной политике. В Совете Безопасности ООН состоялось второе заседание по ситуации с правами человека в Северной Корее. Злоупотребления в КНДР сравнили с преступлениями нацистов во времена Второй мировой войны. Предварительно несколько стран предприняли попытку исключить это обсуждение из повестки дня. С инициативой выступил Китай, предложив провести процедурное голосование. Позицию КНР поддержали Россия, Венесуэла и Ангола. В ходе этого голосования за обсуждение проблем с правами человека в КНДР выступили девять других стран-членов Совбеза – США, Франция, Великобритания, Иордания, Малайзия, Новая Зеландия, Испания, Чили и Литва. Нигерия и Чад воздержались. «Впервые нарушения прав человека в Северной Корее вынесли на обсуждение в Совбезе в прошлом году. Ранее здесь обсуждали только северокорейскую ядерную программу». Международное сообщество несёт коллективную ответственность за защиту населения КНДР и должно принимать во внимание более широкие последствия тяжёлого положения в области прав человека для стабильности региона. Отчёт ООН, представленный в прошлом году, подробно описывает северокорейскую систему лагерей для политзаключённых, где узников пытают, насилуют и казнят. По данным следователей, в этих местах содержится до 120 тысяч человек, и ответственность лежит на высшем руководстве страны. «Масштабные нарушения продолжаются, и их организованный характер и тяжесть представляют угрозу международному миру и безопасности». В прошлом году Генассамблея ООН порекомендовала Совету Безопасности передать дело о преступлениях против человечности в Северной Корее в Международный уголовный суд в Гааге. Это мировые новости на канале ОТС. Смотрите далее. Пока Европа пытается остановить поток переселенцев с Ближнего Востока и Африки, в Японии рассчитывают с помощью мигрантов поправить демографическую ситуацию. Эстонские инженеры представили робота-черепаху. Устройство планируют использовать при исследовании затонувших кораблей. Япония остро ощущает проблему старения нации. По мнению министра административных реформ Таракона, правительство должно выработать интегрированную иммиграционную политику. Это даст стране необходимую рабочую силу. «Даже если рождаемость увеличится волшебным образом завтра, требуется 20 лет, чтобы вырастить этих младенцев. Поэтому нам всё же нужно что-то сделать для рынка труда». Приём иммигрантов – вопрос для японцев достаточно сложный. Многие гордятся культурной и этнической однородностью страны. Преодолеть психологический барьер для них непросто. Однако, по мнению Кона, с решением проблемы надо торопиться. Иначе у Японии может появиться сильный соперник. «Подумайте о Китае. Его население скоро начнёт стареть и понадобится много социальных работников. Китай будет приглашать иностранцев, а затем начнётся жёсткая конкуренция». В настоящее время Япония позволила иностранным гражданам работать в таких сферах, как строительство и социальные услуги. Тем не менее, Кона считает, в будущем необходимо выработать комплексную политику в этом отношении. Согласно прогнозам экспертов, к 2048 году население Японии сократится до 100 миллионов человек. К 2060 – до 87 миллионов. В то время число жителей возрастом 65 лет и старше составит 40% всех граждан. К слову, по данным Всемирного банка, Восточная Азия стареет быстрее, чем любой другой регион мира. И к заключительной теме выпуска. Эстонские специалисты из Сталинского технологического университета создали робота-черепаху. Его предназначение – избавить подводных археологов от опасности во время работ внутри затонувших кораблей. Кроме того, аппарат способен проникать в труднодоступные для человека места. И хотя разработки стартовали в 2012 году, усовершенствование умного устройства всё ещё продолжается. Преимущество этого робота перед другими собратьями – в его способе передвижения. Ему помогают не винты, а пластиковые лопасти-плавники. Примерно так же плавают и черепахи. «Если отправить к затонувшему кораблю робота с винтами, то он поднимет со дна ил. Это создаст помехи. А посмотрите, как плавает морская черепаха. Очень медленно и спокойно. Она не замутит воду». Отсутствие винтов снижает и риск повреждения объектов подводного исследования. Кроме того, робот работает автономно. За ним не тянется кабель, который может запутаться или повредиться. Робот-черепаха способен погружаться на глубину до 100 метров. На одном заряде батареи работает два часа. Кроме того, он снимает видео и фотографирует. Подводные археологи считают, что такому помощнику найдётся немало работы в Балтийском море. «Прибрежных водах Эстонии сотни затонувших кораблей. А по дну Балтийского моря может быть разбросаны тысячи. Балтийское море уникально из-за низкого содержания соли. Это означает, что маленький злой червь, шашень, поедающий древесину, здесь почти не встречается». Учёные говорят, в Балтийском море вполне вероятно можно найти корабли, затонувшие с 14 по 17 века. Робот-черепаха уже прошёл испытания в этом году в Испании и Эстонии. Следующие эксперименты запланированы на лето 2016 года. Пока на этом всё. Выпуск подготовил и провёл Николай Сальников. Смотрите мировые новости на канале ОТС и будьте в курсе интересных событий.